За 40 дней до начала Евровидения в Минске начали снимать визитку белорусского участника. Чтобы подготовить видео, которое презентует нашего артиста Айвана и познакомит всю Европу с нашей страной, на два дня прилетела съемочная группа из Швеции. Для презентации пришлось искать в Минске и настоящего волка. Удалось ли сделать селфи с диким зверем, расскажет Евгений Перлин. В этом году визитку Беларуси для Евровидения снимали как никогда поздно, но картинку это сделало только красивее. Ролик должен подчеркнуть связь с природой образ Айвана, белорусского представителя на европейском шоу. Рисунок на лице это своего рода как-то дань предкам, какие-то ритуалы, это ничего воинственного, это не боевой окрас. На сцене Евровидения Айван лицом к лицу встретится с волком. И визитка, которую зрители увидят перед выходом артиста на сцену, подготовит вас к этой схватке. Во время съемок Айвану пришлось познакомиться вот с таким волком. Знакомьтесь, это Азар, ему три года, это смесь восточноевропейского и канадского волка. Ему уже не привыкать сниматься, у него уже есть опыт съемок в сериалах, ну а теперь его увидит еще и вся Европа. Продюсеры Евровидения каждый год меняют концепцию видеовизиток, связывают их с туризмом, символами стран-участниц. Сейчас каждого артиста покажут настоящим, какие они в жизни. Айван дерзкий, уверенный, но с улыбкой. Ну это уже не первый волк, но он менее сговорчивый, это самец, он большой, он сильный, с поводком с ним гулять это очень тяжело, потому что он тянет, как, не знаю, какой-то камаз. Найти общий язык с животным помогла песня. Айван сначала имитировал волчевой, а затем спел и свой хит. Но этого оказалось мало, и хозяин зверя пустил в ход тяжелую артиллерию, домашние котлеты. Подготовкой ролика занимается съемочная группа той страны, которая принимает конкурс. Из Швеции в Минск приехали три молодых парня, режиссер, оператор и ассистент. Мы покажем несколько видеопортретов каждого исполнителя. В этом году используем очень крутую систему стабилизации для камеры. И зрителю будет казаться, что он летает вокруг нашего героя. Еще четыре такие креативные съемочные группы в эти дни катаются по Европе. Эти ребята сегодня же ночью улетают в Люблян. А белорусскую видеовизитку мы сможем увидеть только 12 мая, во время второго полуфинала, когда на Евровидении и выступит Айван. Евгений Перлин, Юрий Ерошек, Юрий Сахадзе, агентство теленовостей.